Здравствуйте, дорогие друзья! 21 октября, с вами Арена Событий. Сегодняшний пятничный обзор прессы мне поможет провести мой коллега Александр Лысак, журналист. Саш, все-таки мы, пожалуй, не обойдем вниманием главную новость недели, которую уделили своей площади практически все издания. Вот передо мной разворот газеты «Якутия», рубрика «Суть дела», «Якутия» от вчерашнего числа, от четверга. Еще неделя, без премьера называется материал, но кандидатура уже есть. Буквально маленькая цитата. На этой неделе разрешилась, наверное, самая главная кадровая интрига этой осени. В понедельник была представлена кандидатура на пост председателя правительства Якутии, который стал вакантом в связи с избранием Галины Данчиковой депутатом Государственной Думы Российской Федерации. В понедельник впервые прозвучало имя кандидата Евгения Чекина. Цитата. Егор Афанасьевич Борисов. Я остановился на кандидатуре Евгения Чекина, так как знаю его с первых дней появления в Якутии и видел его работу в интересах развития региона. Саш, здесь обсуждать, наверное, нечего. 25 числа соберется Илтумен и уже, собственно говоря... Проведут голосование и, на самом деле, Илтумен, если будет, не будет чекинг-мером. Просто можно сказать, небольшую ремарку ставить, что Егор Афанасьевич удивил. К очередным кадровым решением. У многих прогнозов буквально посыпались по поводу кандидатуры. Ну вот газета публикует, собственно говоря, биографию Евгения Алексеевича. Давайте к следующей новости переходить уже, наверное, да? Без проблем. Пожалуйста, чемпионат Обилимпикс прошел буквально на прошлой неделе, 11-12 октября. Забота Арчи пишет об этом. Как раз номер вышел 20 октября. Обилимпикс – чемпионат по профессиональному мастерству среди молодых людей, но при этом среди людей с инвалидностью. То есть в Якутии вообще прошел впервые подобный чемпионат. И отмечу, что вообще к движению Обилимпикс Россия, вот вся страна присоединилась только в 2014 году. А Якутия – один из первых субъектов, который провел у себя региональный чемпионат. То есть все понимают, что подобный чемпионат проводится по аналогии с WorldSkills. Мы также проводили и дальневосточные, и региональные этапы. И здесь было 5 компетенций. Это поварское дело, кондитерское дело, сетевое и системное администрирование, портное, экономика и бухгалтерский учет. То есть буквально пытаются показать таким образом, что люди с инвалидностью, они в принципе, они везде востребованы. Если ты хороший толковый специалист, то есть буквально можно вспомнить недавний приезд министра труда России Максима Топилина, который говорил, что другим регионам стоит брать с Якутии пример в части создания доступной среды вообще у себя на территории. Потому что доступная среда это не только пандусы, это не только какие-то отдельные парковочные зоны, это создание всех условий, в том числе и трудоустройства. Потому что спорт мы поддерживаем, адаптивный именно спорт, потому что многие знают у нас в республике наших паралимпийцев. У нас в республике есть специальный центр адаптивной физкультуры, который как раз таки набирает людей с инвалидностью, причем разных групп, чтобы они занимались спортом. И понятное дело, что у нас очень много общественников, у нас достаточно назвать благотворительный фонд Харесхал, который помогает детям с инвалидностью, все сразу буквально вспомнят. Но возвращаясь к Абилимпиксу, подвели итоги, определили победителей, и в полном составе получается победители по 5 компетенциям поедут уже в Москву на национальный чемпионат, который пройдет в ноябре, и оттуда уже скорее всего поедут. Если мы пройдем, то мы уже поедем на международный турнир. Ну это очень важно, профессиональная занятость, профессиональное мастерство для людей с ограниченными возможностями. Конечно, и самое главное обращать на это внимание, то есть, опять же говоря, Абилимпикс тут же подчеркивают как раз, что эксперты, которые оценивают уровень мастерства, они также аккредитованы в WorldSkills International. То есть не просто так мы набрали людей со стороны, чтобы они посмотрели, «Ну да, ты можешь вбить гость в сапог». То есть это показывает, что люди с ограниченными возможностями здоровья, не люди инвалиды, а просто люди с инвалидностью, они востребованы в принципе, они могут работать, найти себя. И различные компетенции, они показывают, что в принципе люди с инвалидностью востребованы везде. Очень хорошо. Мне очень нравится, что выбрана вот эта вот публикация. Кстати говоря, о необходимости профессиональной поддержки, скажу, людей с ограниченными возможностями, говорил министр труда Республики Саха-Якутия в понедельник в арене событий Александр Дружинин. Особое внимание этому уделил. Кстати говоря, здорово, что в Республике действительно уделяется этому так много внимания. При этом со всех сторон. Да, да, да. Газета Якутия. К следующей новости переходим. Газета Якутия вчерашняя, от 20 октября. Разворот, 4-5 страница, специальный проект «Гектар». И здесь три материала сразу. Якутия вышла в лидеры по количеству заявок на дальневосточный «Гектар». Это первая заметка. Согласно статистике, Федеральная информационная система Якутия по состоянию на 14 октября занимает первое место в ДФО по количеству поданных гражданами заявок, заявлений о предоставлении земельных участков безвозмездное пользование в рамках закона о дальневосточном «Гектаре». Второй материал. Бизнес на селе можно построить с нуля. Молодой фермер Иван Петров. Маленькая цитата от него. Для того, чтобы создать свой бизнес в сельском хозяйстве, не обязательно арендовать 10 гектаров земли и покупать дорогую технику. С одного гектара можно собрать 12 тонн картофеля за одно лето и заработать на еще одно поле, считает Иван. А вот вырученные средства нужно вкладывать в самообразование и изучение рынка. Ну, самообразование никто не спорит вообще на самом деле. Да, и изучение рынка – это две важнейшие, собственно говоря, составляющие любого бизнес-проекта. Мифы и правда о выделении земли. Четыре мифа. Ну, остановимся на одном хотя бы. По истечении пятилетнего договора безвозмездного пользования земельный участок якобы заберут или заставят за него платить. Частично правда публикует газета такую ремарку свою. При этом спустя пять лет у гражданина возникают налоговые обязательства в зависимости от выбранного варианта использования участков. Ну, что сказать. Как и у всех на самом деле. Потому что вообще тема гектара, дальневосточного гектара, остро всегда обсуждалась именно у нас. Да. И опять же, не говоря по поводу заявок, там буквально две с половиной тысячи заявок было подано якутянами. Мы не знаем, сколько из других регионов хотят оформить участок у нас. Ну, якутяне две с половиной тысячи. Это огромные цифры, учитывая, что это только второй этап. Это начало даже второго этапа. Месяц не прошел. Да, потому что когда был первый этап, люди неохотно брали участки. Ну, там был Нерюнгринский район. Ну, там был Нерюнгринский район, да. Это очень хорошо. Мне это нравится, что здесь Якутия тоже является лидером. Ну, тут можно подчеркнуть, что две с половиной тысячи заявок, допустим, их все одобрят. Понятно, что должно пройти время, одобрят, не одобрят. Хорошо, одобряют две с половиной тысячи заявок. Проходит пять лет. Какова вероятность, что все эти две с половиной тысячи человек будут по назначению использовать этот земельный участок? Потому что может быть такое, что через пять лет придут люди, проверяющие, посмотрят, слушай, а ты же занимаешься совсем не тем, чем должен по закону, по дальневосточному гектару. Тебе же не под это давалась земля. И заберут. Имеют право. Имеют право, да. И тогда останется в итоге, что две с половиной тысячи человек у нас подавали заявки и получили землю, а в итоге останется всего сто человек. Почему нет? Такое тоже может быть. А может быть часть людей не будут пролонгировать просто из-за того, что не справятся, на самом деле, с освоением земли. Сколько человек откажется через два-три года, опять же. Потому что, на самом деле, удачный пример, допустим, предпринимателя, который все начал с нуля, таких можно буквально по пальцам пересчитать. Единицы. Единицы. Да, собственно говоря, и активных людей тоже не очень много, которые стремятся в бизнес. Ну, к сожалению, это так. Саша, давай к следующей новости. Да, следующая новость. То есть, газета «Ваше право», опять же, номер 20 октября, побывали журналисты на пресс-конференции отделения Федеральной налоговой службы в республике. Тут у них буквально заголовок. Какие введения в налоговом законодательстве нас коснутся? Ну и, наверное, одно из самых первых, стоит сказать, что вообще меняется крайний срок уплаты налогов. До 1 октября, раньше было, многие у нас помнят огромные очереди, чтобы подать декларацию, оплатить налоги, оставшиеся в том же, на имущество. Теперь продлевают срок до 1 декабря. Опять же, возможно, разгрузить самих людей, разгрузить специалистов налоговой службы. Я, наверное, тут очень много. Налог на имущество, налог на землю. Но я, наверное, более подробно остановлюсь на транспортном налоге. Освобождают от транспортного налога, но не всех. Первым делом освобождают у нас людей с инвалидностью, законных представителей детей-инвалидов. У тебя есть одна машина, да, освобождают. И вот самое интересное, освобождают физлиц от транспортного налога, у которых есть одно зарегистрированное на них легковое авто отечественного производства. Самое главное, и при этом мощностью не более 150 лошадиных сил и с датой выпуска до 90-го года прошлого века включительно. То есть буквально пересаживаемся все на автомобиле марки УАЗ, допустим, 89-го года, или москвичей, и не будем платить налог. Почему? Люди должны знать это. Кстати говоря, вот одна из важнейших новостей, пусть немного времени у нас остается, но уделим внимание. И газета Саха-Сере во вторник публиковала материал, я процитирую по агентству ИСИА. Якутия – один из немногих регионов России, в которых проводится трансплантация органов, включая печень и почки. Однако для дальнейшего развития этого вида высокотехнологичной медицины необходима всесторонняя поддержка общества и изменение отношения людей к донорству, в том числе и к посмертному, не будем бояться, в конце концов, этого словосочетания. Об этом заявил главный внештатный трансплантолог республики Альберт Васильев. Вчера, 20 октября, на благотворительном фестивале «Надежда на будущее» в столице республики. Он сейчас идет. Этот фестиваль, он вчера начался с пресс-конференции, где был продемонстрирован социальный фильм. Это роликом даже назвать нельзя. Я считаю, он сделан на высочайшем уровне. Даже скажу такое слово, но прошибает слезу, конечно. И что очень приятно, режиссером этого фильма выступил Диана Худаева, наш коллега. Коллега сотрудника НАВК Сахаря, режиссер. Что еще здесь важно сказать? В рамках фестиваля объявлен смс-марафон. Любой желающий может внести пожертвования в помощь тяжелобольным якутским детям. Это совершенно конкретная адресная помощь троим детишкам. Надо только отправить смс на короткий номер 7715 со словом «Чудо» или «Чудо плюс сумма», которую вы собираетесь пожертвовать. Мне кажется, это очень важно. Саш, немного остается времени. Еще одну новость успеем сказать? Давайте я, наверное, тогда завершу спортом. Про Алданское притяжение скажем, потому что в последние годы Алданские районы, в частности Алдан и тем более лыжная база, Алданского района, она привлекает все больше спортсменов. Все мы знаем, что приезжает и сборная России по лыжным гонкам, и биатлонисты. И вот последние два года приезжают и иностранцы. Например, юниорская сборная Китая, второй год уже у нас. Они готовятся к 2022 году, к зимней Олимпиаде в Пекине. Уже активно. Потому что все мы понимаем, что и многие специалисты говорят, что в Алдане раньше всех выпадает снег, чем во всех регионах. Но много удобнее заниматься, тренироваться. Минус 15 градусов, например, это оптимальная температура для тренировок. Ну и также в этом году приедет южнокорейская сборная. Правда, не сообщается. Какая старшая или младшая. Наше время в эфире закончилось. Давай прощаться. С вами была Арена Событий. Смотрите нас на следующей неделе. Всего вам доброго, Саша. Спасибо огромное. Всего вам доброго. До свидания.